СТС Курск В 2011 году СТС исполнилось 15 лет. В Курске первый развлекательный вещает не так долго, но его сюжеты узнаваемы, а герои интересны. Сегодня мы не будем скромничать, давайте вместе радоваться успеху и вспоминать самых лучших. В 2011 году редакция телеканала работала 248 дней. За это время в эфир вышло 177 программ. Коллектив редакции выпил почти 4500 чашек чая и кофе. Почти 900 литров этих тонизирующих напитков помогли нам создать 550 сюжетов. С 23 февраля по 8 марта мы стали свидетелями битвы за звание сильного пола. В июле соревноваться пришлось молодым семьям. Таких состязаний в нашем городе еще не было. На пьедестале почета оказались спортсмены, которым не исполнилось и одного года. С помощью развлекательно-познавательной программы «Эта вещь» мы посетили 22 завода. Зрители узнали, как пекут блины, сушат грибы и куют железо. По волнам модных течений мы плавали в проекте про красивую жизнь. Герои программы померили 208 костюмов и 64 пары обуви. В передаче «Большая афиша» мы говорили о самых интересных событиях, которые произойдут в городе в течение ближайших 7 дней. О том, что уже произошло, рассказывали в тележурнале «Частности». Мы посмотрели 12 спектаклей, 26 концертов и взяли интервью у 32 знаменитостей. Для создания проекта «Город загадок» мы прогулялись по кладбищу. Проникли в подземелье, послушали таинственный голос и нашли привидения в Старом соборе. Чтобы рассказать курянам о городе, в котором они живут, мы посетили 206 улиц. Мы узнали прежние названия старых переулков и побывали в районах, которых не было на карте. В этом году мы звонили Швейцарию, писали письма в Лос-Анджелес, общались с героями на украинском, немецком, испанском языках и даже на языке жестов. Мы проехали тысячи километров и сделали миллионы шагов, чтобы каждый день ровно в 18.30 звучало. Здравствуйте! Вы смотрите телеканал СТС Курск. И еще немного статистики. В день каждый журналист СТС Курск совершает примерно 25 звонков, чтобы найти героя, узнать о событиях или договориться об интервью. Примечательно, что всего три звонка из 25 оказываются удачными. В этом году мы слышали традиционное «перезвоните на следующей неделе». «Я не в городе, я не в России, я плохо выгляжу и даже совсем необычное, мне сначала надо вставить зубы». Но есть в нашей адресной книге телефоны, набрав которые мы услышим неизменное «да, конечно, я вам помогу». Этих людей можно смело назвать нашими внештатными сотрудниками, потому что работают оперативно и никогда не подводят редакцию. «Театральные сюжеты этого года о премьерах и актерах были бы невозможны без девушки, которая сейчас выйдет на эту сцену». Победитель в номинации «Агент года» Ольга Люстик, руководитель литературно-драматургического отдела драматического театра имени Пушкина. Аплодисменты, друзья! В свой рабочий день Ольга Люстик начинает с того, что изучает театральный репертуар в соседних городах и даже странах. Руководитель литературно-драматургического отдела она прочитывает и отбирает пьесы, которые курский зритель вскоре увидит на сцене. В ее кабинете более 200 сценариев, и это самое дорогое, что есть, говорит Ольга. Поиск пьесы идет круглосуточно. После необходимо уладить вопрос с авторскими правами, подготовить тексты для буклетов и программок. И, конечно, организовать очередное интервью журналистов СТС Курск с актерами театра. Ольга, мы рады, что у нашего телеканала есть такой очаровательный спецагент, как вы. Мы желаем, чтобы ваша миссия всегда была выполнима, а связь налажена. Диплом вам вручает начальник Центра космической связи Юго-Западного государственного университета Валериан Алексеевич Пикеев. Оленька, когда Диоген вернулся с Олимпа, его спросили, много там народу? Он сказал, народу много, а вот людей мало. То, что вы делаете, это превращаете народ в людей. Это творчество настоящее. Я поздравляю вас и желаю вам творческих успехов. Всего вам доброго. Огромное спасибо для меня в преддверии Нового года. Это неожиданный приятный подарок. И в свою очередь хотелось бы пожелать всем сотрудникам канала СТС Курск процветания, безграничного вдохновения и успеха во всех начинаниях. СТС Курск СТС Курск СТС Курск СТС Курск СТС Курск СТС Курс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, не ожидал, потому что, в первую очередь, это моя работа, помогать корреспондентам в своей уже работе. Но все равно, если оценили вот так высоко, то, значит, я делаю все правильно. Это радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2011 год в Курской области был объявлен годом музыки и танцевального искусства. Но если судить по статистике, его можно было бы назвать и годом спорта. Своими секретами с поклонниками поделились футболист Александр Мостовой, гимнаст Алексей Немов, боец Федор Емельяненко. Безусловно, каждый из них звезда российского и мирового спорта. Но на победу в номинации «Спортсмен года» по версии телеканала СТС Курск они даже не претендовали. Спортсмен, который победил в этой номинации, не раздает автографов. И не потому, что никто не просит. Просто писать он пока не умеет. Для получения диплома мы приглашаем на сцену Эмиля Бурханова. Конечно, вместе с родителями. В июне этого года телеканал СТС Курск организовал необычные соревнования. Первый в нашем городе марафон ползунков – это наш ребенок. Участниками забега стали 30 малышей в возрасте до года. Им было необходимо ползком преодолеть первую в жизни спортивную дистанцию, равную 6 метрам. Один из родителей отправляет ребенка от старта, другой ждет на финише. Борьба была нешуточной. Спортсмены сходили с дорожки, поднимались на ноги и бежали к финишу. Заслужил в восторге зрителей и Эмиль Бурханов. Он поразил съемочную группу телеканала своим твердым характером. Спортсмен так и не сдвинулся с места за все время забега. Эмиль, сейчас ты меня вряд ли поймешь, но ты в эфире нашего телеканала. Мы желаем тебе дальнейших спортивных побед, и чтобы твое главное качество, твердость характера осталось неизменным. Ну а скорость – это дело наживное. Человек, который будет вручать тебе диплом, тоже не сразу стал самым быстрым. Мы приглашаем на сцену для вручения диплома в номинации «Спортсмен года» Антона Бубнова, трехкратного победителя Кубка России по картингу. Эмиль, я поздравляю тебя с первой твоей дебютной победой. Желаю тебе удачи в нашем трудном, нелегком пути под названием «Спорт». В свою очередь мы хотим, естественно, поздравить всех с Новым годом. Телеканалу большое спасибо за организацию таких великолепных, чудесных праздников, которые несут людям только радость и счастье, конечно же. И в Новом году всем семьям дружбы, уважения, любви в семьях. И любите своих таких прекрасных малышей. И чтобы их было как можно больше. Я хочу машину самую крутую, даже не знаю какую, но чтобы все понты. Самую навороченную, с дисками позолоченными, ну и прочее, ну короче, чтобы все понты. Но самое главное, самое главное, самое главное, чтобы не был бы ты. Но самое главное, самое главное, самое главное, чтобы не был бы ты. Конечно же, мы не ожидали, не ожидали, что нас пригласят на такой великолепный праздник, устроенный вашим каналом. Ну и надеемся, что в следующем году мы поучаствуем еще в ваших конкурсах И надеемся, каких-нибудь результатов все-таки достичь Если позовет, и конечно Да самое главное, самое главное, самое главное, чтоб в ней был барты Да самое главное, самое главное, самое главное, чтоб в ней был барты Говорят, что лучше всего запоминается ненужное Но разве можно назвать ненужными воспоминания о собственном детстве? В 2011 году герои рубрики «Мой город» рассказали нам о своей первой любви и первой синяках на коленках О школьных учителях и соседях, о том, как устраивались на работу и как сдавали экзамены Такие истории были не только личными для наших героев, но и общими для всех зрителей Ведь все мы росли, влюблялись, учились примерно одинаково и в одном месте, в Курске Победитель в нашей следующей номинации начал рассказ о своем родном дворе с известной песней Я процитирую Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней А мне милее не шумные, милее одноэтажные, от их названий ласковых становится теплей Название улицы нашего героя ласковым не назовешь, это улица учрежденческая Но зато его трогательная история оказалась близкой многим телезрителям Мы приглашаем на сцену победителя в номинации «Ностальгия года» Владимира Бартенева Скульптора, заслуженного художника Российской Федерации В детстве скульптор Владимир Бартенев был романтиком и мечтал стать летчиком Он смотрел звездное небо, стоя посреди родного двора на улице учрежденческой Здесь же с друзьями играли в футбол, разбивали мечом окна и таскали яблоки в чужих садах Вместе с папой на улице он соорудил баню, праздники отмечали всем двором Рисовали стен газеты и устраивали концерты Из этого двора он ушел в армию, сюда же вернулся И здесь же встретил свою будущую жену Историю своей жизни и своего родного двора Владимир Бартенев рассказал в рубрике «Мой город» Спасибо большое за вашу ностальгию, это очень приятно, когда есть что вспомнить Диплом вам будет вручать человек, который знает, как это важно Не забывать то, что было и не вспоминать то, чего не было Врач-невролог Наталья Умеренкова Владимир Иванович, мне хотелось бы поздравить вас с вручением этой номинации Пожелать всего самого-самого лучшего, крепчайшего здоровья И чтобы воспоминания ваши были исключительно приятные Радовали вас и нас, зрителей канала Большое спасибо всем, и в том числе телекомпании За то, что они отметили сюжет, который мы снимали на моей любимой улице Я думаю, что это не случайно, потому что действительно это получилось искренне, честно, ностальгически Хочу всех поздравить с Новым годом Пожелать всем счастья, здоровья, любви к друг другу и к своему городу It's alright with me As long as you are by my side Talk or just say nothing I don't mind, I don't mind, your looks never lie I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure Oh, just until I found you Words often don't come easy I never learned You show the inside of me You know my baby Я как бы честно и откровенно рассказал о том, что было в юности А получилось, наверное, так и надо работать Надо искренне просто людям рассказывать то, что у тебя творится на душе И тогда получится все прекрасно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Путешественник Дмитрий Грызлов Несколько лет назад Дмитрий Грызлов жил и работал в Курске А потом решил, хватит смотреть на мир глазами Синкевича И начал свое путешествие На карте флажками отмечена проделанная работа Уже исследованные места Филиппины, Индонезия, Камбоджа, Египет, Индия Он застревал в подводных пещерах Плавал с опасными китовыми акулами И гостил в племени каннибалов Опасности притягивают путешественника Ему неинтересны места, где есть цивилизация Сейчас Дмитрий живет во Вьетнаме В ноябре этого года впервые за 5 лет приехал в Курск В это время съемочной группе телеканала СТС Курск И удалось пообщаться с самым отчаянным авантюристом года А на сцену мы приглашаем брата нашего победителя Николая Грызлова Дмитрий не может присутствовать на церемонии по уважительной причине Весть о том, что он стал авантюристом года, застала его во Вьетнаме Но он прислал нам видеописьмо Давайте посмотрим Добрый день, дорогие земляки Хочу передать привет любимому телеканалу СТС Курск И выразить признательность за вручение мне премии Авантюрист года Ведь авантюрист в переводе с английского Авантюра это приключение Я хочу пожелать всем зрителям телеканала Не остановить всем из-за веков Мечтайте, подключайте свои мечты в реальность И пусть ваша жизнь будет в наступающем году веселая, радостная и полная, хорошая, позитивная приключение Спасибо Друзья, шум Южно-Китайского моря и Вьетнамского ветра настолько сильны, что нам пришлось продублировать речь Дмитрия с субтитрами Пожалуйста, примите от нас этот подарок И при первой возможности, появись она через месяц, год или несколько лет, вручите ее своему брату Спасибо большое Я непременно передам лично каналу СТС Творческого благополучия, долголетия Зрителям канала не терять детского оптимизма, авантюризма, романтизма Подольше оставаться молодыми, верить в чудо И выше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всех зрителей, работников канала СТС Поздравляю с Новым Годом Желаю счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях Будьте счастливы, чтобы в семьях ваших было все хорошо Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Греческое слово харизма употреблялось в мифологии Для обозначения способности притягивать к себе людей Мы совершенно ответственно заявляем, что все герои наших программ Люди особенные и харизматичные Кто-то поразил нас своим хобби, кто-то взглядами на жизнь Кто-то внешностью или способностями Пообщавшись с такими людьми сегодня, наши журналисты готовы пригласить их на съемку уже завтра А потом еще через несколько дней Мы очень рады, что каждый год знакомит нас с десятками таких интересных личностей А сегодня мы хотим отметить человека Под обаяние которого попали все сотрудники редакции нашего канала в этом году Безусловным победителем в номинации харизма Становится Ян Бобер Настоятель римско-католического прихода успения Божией Матери В разное время Ян Бобер искал себя во многих сферах Он увлекался музыкой, играл в пинг-понг, окончил строительный институт И сегодня он интересуется всем, что происходит вокруг и открыт для общения В 2011 году Ян Бобер принял участие в съемках программы «Город загадок» И поведал о тайнах, которые скрывают стены костела Он стал героем сюжета об иностранцах в России И рассказал о жизни католического священника в православном городе В программе «Городские истории» он прогулялся по любимой улице Курска И, наконец, пригласил съемочную группу тележурнала «Частности» в свой небольшой дом Ян Бобер всегда откликается на самые неожиданные просьбы журналистов СС Курск И всегда с его неизменной улыбкой Отец Ян, мы очень рады, что мы с вами знакомы Надеемся, что в следующем году у нас будет очень много поводов, чтобы встретиться А вручать диплом вам будут молодые люди, которые благодаря своей харизматичности и остроумию Стали победителями в фестивале «Курская аномалия» Участники команды сборная «Старого города» Нам очень приятно вручать именно эту номинацию Потому что в прошлом году мы стали обладателями нечто подобного Что хочется сказать? Вот харизматичный человек, к нему всегда тянутся люди Не важно, чем он занимается, артист ли он Либо он занимается таким интересным делом, как вы Мы вас поздравляем и от всей души вручаем вам вот этот приз Дорогие гости, информация об этом событии была так невероятно, что даже стало интересно Я хочу отметить, что телеканал СТС для меня есть таким телеканалом, который передает очень много позитива в своих передачах Хотя я не очень часто смотрю по телевидению и программе Но то, что успел заметить, то харизмой, если так можно сказать, этого канала То есть то, что выявляет такие исторические факты интересных людей, события, улицы Хотел вам пожелать в этом следующем году всем вашим сотрудникам, чтобы вам получилось сделать людьми лучшими Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Знаете, так, на первый взгляд так подумал Мало того, что священник, еще до этого иностранец и какая-то награда Поэтому для меня это было такое удивительное и невероятное Джазовая провинция Соловиная трель, Коренская ярмарка Курский соловей, Курская магнитная аномалия, Курская антоновка А еще Владимир Винокур, Александр Поветкин и Игорь Скляр Все это символы нашего города, которые известны далеко за его пределами Популярный, узнаваемый, авторитетный Всеми этими чертами характеризуют понятие бренд Мы вносим в список брендов нашего города и еще одну компанию В течение всего года участники наших проектов получали продукцию этого производителя в качестве приза И смогли оценить качество и стиль В номинации бренд года побеждает компания и сеть магазинов Барти Мы приглашаем на сцену Ольгу Колготину Представителя сети магазинов «Сумочка Барти» Курский бренд Барти известен 13 лет Компания предлагает покупателям стильные и модные сумки Разных размеров для всей семьи и на все случаи жизни От задумки до воплощения сумочки Барти создаются в Курске Компания учитывает вкусы местных жителей В конце этого года сеть магазинов Барти объявила о начале необычного конкурса Все желающие могут придумать дизайн сумки своей мечты И рассказать о нем компании Барти Лучшие идеи будут воплощены в жизнь Возможно, в следующем году к широкому ассортименту моделей Добавится еще несколько, в создании которых поучаствовали жители нашего города Вручать диплом номинации бренд года вам будет человек, который сам стал символом города в 1976 году Олимпийский чемпион, чемпион мира по велоспорту, почетный гражданин Курска Валерий Чеплыгин Я хочу вам преподнести вот этот приз Вашему коллективу пожелать больших успехов В нелегком таком труде, в конкуренции Вы просто молодцы Без вашей продукции, но никуда От всей компании хочу поблагодарить за признательность И пожелать всем и в новом году совместного сотрудничества И поздравить всех с наступающим новым годом Субтитры создавал DimaTorzok Всех поздравляем с Новым Годом Желаем счастья, успехов и удачи в новом году Субтитры создавал DimaTorzok В этом году в жизни сотрудников нашей редакции Произошло много значительных личных событий Поступление в ВУЗ, получение диплома, новоселье, покупка автомобиля Две профессиональные награды и целых три свадьбы Мы приняли участие и в более глобальных событиях Побывали на первом представлении в Курском цирке Открыли эру цифрового вещания и проехали по новому мосту А еще оказались свидетелями личного события городского масштаба Этот парадокс стал возможным благодаря необычной акции «Свадебный бум» Весной влюбленным парням и девушкам предложили узаконить отношения На виду у всех жителей города Тех, кто на это отважился, оказалось много Но до финала дошло всего три пары Их не испугали ни публичность мероприятия Ни традиционная предсвадебная суета В итоге торжество стало особенным не только для них Мы приглашаем на сцену Марину Беликову и Дениса Ильясова Победители проекта «Свадебный бум» И теперь победители в номинации «События года» В полдень 14 мая на Красной площади Курска собралась огромная толпа Все ждали грандиозного праздника Но в этом году им стал не день города, не Новый год А финал свадебного бума Сопровождаемый ревом мотор на площади появились невеста и жених Марина Беликова и Денис Ильясов Их историю любви зрители канала СТС Курск увидели в апреле Молодые люди стали победителями смс-голосования и главными героями торжества Супружеская клятва, обмен кольцами, первая горькая фотосессия и неофициальная часть мероприятия Все как обычно, только на эту свадьбу был приглашен весь город Ребята, семейный диплом вам будет вручать настоящий специалист по бракам Начальник отдела лицензирования и защиты прав потребителей Галина Коробецкая По долгу своей работы я занимаюсь защитой прав потребителей, людей от некачественных товаров, от услуг некачественных И, конечно, все это называется браком Но сегодня мне канал СТС предоставил возможность говорить о браке как о прекрасном, светлом Который приносит счастье, который приносит радость, надежды на будущее Дай Бог вам всего доброго в вашем жизненном пути Большое спасибо СТС Курсу за такой приятный сюрприз, мы серьезно не ожидали Были очень рады увидеть снова знакомые лица Надеемся, что это наша не последняя встреча Ну и с наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok У нас сейчас нелегкие времена, у нас ремонт, это действительно проверка такая на прочность, но пока скандалов не было Ну и еще мы готовимся к Новому Году, это тоже нелегкое дело Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будет мир надеждаю сиять Где найдем иначе радость быть и я Ты и я В спорте легионерам называют игрока, который заключил контракт с зарубежной командой Часто именно они являются самыми сильными спортсменами и именно от них зависит успех Командные соревнования наш телеканал проводит ежегодно, начинаем 23 февраля Подводим итоги 8 марта Нетрудно догадаться, что бой идет между мужчинами и женщинами Проект называется «Естественный отбор» Исход сражения этого года зависел как раз от легионера Само участие в проекте для него было смелым шагом, ведь уже на этапе знакомства игроков друг с другом ему пришлось нелегко Но он преодолел все сложности адаптации и стал одним из самых ярких игроков Мы приглашаем на сцену победителя в номинации «Легионер года» Брайана Мебенге Первым испытанием в проекте «Естественный отбор» стала веселая игра твистер В следующий раз участникам предстояло соревноваться в умении петь И тут девушки поняли, насколько серьезен противник Брайан Мебенге, профессиональный вокалист, в репертуаре которого сотни мировых хитов, исполнил «Калинку-малинку» Это был нокаут Дальше команды пекли блины, участвовали в заплывах на скорость, рисовали И счет выравнивался от конкурса к конкурсу Последняя битва должна была стать решающей Пока девушки выжидали в засаде, мужчины разработали рискованный план Главным героем которого стал Брайан Решающий рывок Брайана с бомбой принес команде победу Легионер из Замбии стал героем программы и любимчиком однополчан Считается, что наличие сильного легионера в команде заставляет и наших игроков работать лучше Брайан, мы желаем вам больших побед не только в спорте и не только в курске Секреты успешной игры знает человек, который будет вручать вам диплом Мы приглашаем на сцену заместителя председателя областной федерации хоккея Мне предоставилась возможность поздравить человека, который, говоря хоккейным языком, в решающем матче сделал решающий бросок Я поздравляю вас Желаю всего самого лучшего И в дальнейшем хороших успехов в спорте, в жизни И с Новым годом, и с Новым годом вас Огромное спасибо СДС Без вас не знаю, где я был Так что хочу благодарить вам Вы дали мне возможность, чтобы встретить замечательных людей Дали мне друзей, которые вообще очень ценю сейчас Помогают мне всегда, когда я позвоню И хочу желать вам С Новым годом СДС И всех здесь, пожалуйста С Новым годом 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 СДС С Новым годом СДС Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Браво! ДимаTorzok 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 Девиз одной из наших программ «Мы пишем историю Курска». Звучит очень громко, но мы всего лишь пытаемся зафиксировать интересные моменты, которые переживает наш город и поговорить с интересными людьми, которые в нем живут. Вместе мы строим новые дома, переименовываем улицы, принимаем в городе гостей. Мы живем вместе, а поэтому все участвуем в написании новейшей истории. Но если журналистам приходится изучать дела давно минувших дней, без консультантов нам не обойтись. Всем известно, что у одного исторического факта может быть сотня разных трактовок. Разобраться в этом телеканалу «СТС Курск» помогал победитель в нашей следующей номинации. Для получения диплома «Эксперт года» мы приглашаем на сцену Юрия Озерова, кандидата исторических наук. В 2011 году важную функцию консультанта-эксперта выполнял историк Юрий Озеров. С ним наша съемочная группа познакомилась в июне во время подготовки очередного сюжета для программы «Городские истории». Юрий Владимирович провел с журналистом экскурсию по бальнеологическому курорту 19 века Стезевой дачи и рассказал его историю от 1880 года до настоящего времени. В течение всего телесезона журналисты «СТС Курск» консультировали с Юрием Озеровым по телефону. Как истинный эксперт, историк всегда оперативно давал самые подробные и развернутые ответы на сложные и спорные вопросы. История – результат деятельности миллионов людей. И все же есть сотни примеров, когда один незначительный факт или предмет кардинально менял ее ход. Этот закон действует не только в истории. Юрий Владимирович, диплом вам вручать будет человек, который имеет дело как раз с мелочами, иногда видимыми только под микроскопом. Но от этих мелочей часто зависят судьбы людей. Мы приглашаем на сцену начальника отдела экспертно-криминалистического центра управления МВД по Курской области Сергея Викторовича Мироненко. Сердечно поздравляю вас с победой в этой номинации, номинации «эксперт». Эксперт – это в переводе с латинского означает «опытный», «знающий». Эксперт – человек, обладающий специальным набором знаний, позволяющих в определенной области делать выводы максимально приближенными к истине, что является очень немаловажным в такой науке, как история. Поэтому я желаю вам не останавливаться на достигнутом, проводить свои исследования и знакомить горожан города через канал СТС с вашими результатами. Большое спасибо за вашу работу. Я очень признателен за этот диплом. Воспринимаю это как определенный такой заклад на будущее. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится. Хочу поздравить, естественно, и с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, улыбок, счастья и новых открытий. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нахожусь в постоянном контакте с сотрудниками СТС, приходится консультировать. И я это делаю с большим удовольствием. Ибо получаю от этого тоже удовлетворение, потому что знаю, что куряне должны знать свою историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подводя итоги года и измеряя работу в разных единицах, мы пытались посчитать километры пути, пройденные журналистами нашего канала в этом году. Сделать этого не удалось, но мы уверены, что общего километража нам хватило бы, чтобы доехать до Черного моря и обратно. Каждый день мы оказываемся не только в нужном месте, но и в нужное время. И в данном случае наша оперативность зависит от профессионалов. Именно так называется наша следующая номинация. Говорят, в бизнесе есть только две движущие силы – профессионализм и горячее сердце. Мы уверены, что у этих людей есть и то, и другое. Быть профессионалом – это тяжелый труд, ведь высокий уровень своей работы нужно подтверждать ежедневно. Но наши номинанты с этим справляются. Победители в номинации «Профессионализм года» – коллектив «Такси Эконом». Приоритет этой службы такси в ее названии – демократичная ценовая политика. Но экономно не значит плохо. Компания «Эконом» заботится о своем авторитете и о качестве предоставляемых услуг. В 2011 году служба такси прошла процедуру лицензирования. Юридический статус компании, сервис, оборудование и персонал соответствуют всем необходимым критериям. Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области выдал службе «Такси Эконом» специальное разрешение, которое дает право осуществлять перевозки. В это же время, согласно закону, машины были оснащены счетчиками. Теперь клиенты контролируют стоимость своей поездки в онлайн-режиме. «Такси Эконом» ответственно и честно выполняет свои обязанности, за что и вознаграждается хорошими отзывами и ростом числа постоянных клиентов. Ответственность и точный расчет знакомы и человеку, который будет вручать вам диплом. Мы уверены, что если он окажется вашим пассажиром, то даже ему придраться будет не к чему. Мы приглашаем на сцену заведующего кафедрой математического анализа и прикладной математики КГУ Михаила Кабанко. «Поскольку я здесь представляю точные и естественные науки, то мне радостно, что точность нужна не только у нас в математике, но и у вас. И хочу вам пожелать, чтобы точность была естественна и для вас, и для ваших пассажиров. Поздравляю вас! «Такси» — это точная наука. И в преддверии Нового года хочется пожелать всем нашим пассажирам, которые были в этом году с нами, оставайтесь с нами. Ведь «Эконом» — это высокий сервис обслуживания. И в будущем году я надеюсь, что вы нас не покинете. Всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, любви и удачи во всем! «Эконом» вместе с вами! Нашим пассажирам большая благодарность. Надеемся, что в 2012 году они не покинут нас и только расширится круг наших пассажиров. Ведь мы прошли лицензирование, и «Такси Эконом» вышло на высокий уровень обслуживания. А всех пассажиров и всех жителей Курской области поздравляем с Новым годом! Счастья, здоровья, любви и удачи во всем! Одной из традиций нашего канала является подсчет дней, оставшихся до Нового года. Мы вычеркиваем даты в календаре, а заодно даем творческое задание нашим телезрителям. Вы уже мастерили елочные игрушки, делали кроликов, а 2011 год мы решили проводить с призывом «Нарядись драконом». Любым способом и из любых материалов нужно было сделать костюм символа наступающего года. Фантазия телезрителей, как всегда, не подвела. Были у нас костюмы из мусорных пакетов и фантиков от конфет. Участники проекта рисовали чешую дракона на собственном теле. Было особенный костюм. Над его созданиями трудились 10 человек. Кстати, все дети сразу могут его одеть. Победили в номинации «Креатив года» ученики 44-й гимназии. Почти месяц ученики третьего Б-класса неустанно занимались творчеством. Мастерили символ наступающего года. Вместе с классным руководителем они готовили сценарий предстоящего утренника. А когда узнали об акции «Стэскурск. Нарядись драконом», решили, что совместят два мероприятия. И начали мастерить. Сначала сделали голову из нескольких коробок, украсили ее разноцветной бумагой и приступили к туловищу. Здесь на помощь школьникам пришли родители. Вместе рисовали выкройку, выбирали материал, шили и декорировали наряд. В итоге получился оригинальный костюм, надеть который сразу могут более 10 человек. Школьники продемонстрировали не только удивительный костюм, но и подготовили настоящее представление. Такой креативный подход оценила не только команда «Стэскурск», но и наши телезрители. Дракон – мифическое существо, поэтому представители разных культур изображают его по-разному. Самый знаменитый русский дракон Змей Горыныч, а точно знает, как он выглядит, человек, который будет вручать вам диплом. Специалист по фольклору, преподаватель устного народного творчества филологического факультета КГУ Лидия Андреевна Гридина. Ну, мне, конечно же, приятно вручать диплом такому коллективу. Поэтому я хочу вам пожелать, что будете умненькими, разумненькими, любопытными, любознательными на радость своим родителям. И, главное, вот такими смелыми в своем творчестве. Большое вам спасибо. Сегодня у нас просто звездный час. Мы не ожидали этого, честно признаться. Спасибо нашим родителям, которые полны идей. И, помимо того, они еще воплощают эти идеи в жизнь вашему каналу в новом году, новых рубрик. Удачи всему коллективу исполнения желаний и творческих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дракон отличается крепким здоровьем и избытком жизненной энергии. Он занимает высокое положение в обществе и ему всегда везет. Мы желаем, чтобы Повелитель 2012 года поделился с вами своими положительными чертами. Развивайте свои таланты, будьте успешными и становитесь героями наших сюжетов. Благодарим вас за то, что украсили наш эфир. До встречи на СТС Курск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова